Приветствую! Достаточно часто на своем канале я встречаю комментарии по типу «О чем он и доржавную? Ты шо, московыт? Коллаборант? Чи шо?» И я хочу объяснить, почему же я разговариваю на русском языке? Кроются ли за этим мои политические взгляды? Либо есть что-то другое? Так почему же я разговариваю на русском языке? Все просто. Я харьковчанин. Я родился и вырос в Харькове. И всю свою жизнь прожил в Харькове. И если вы что-то знаете об этом городе, то вы прекрасно знаете, что это русскоязычный город. Как и многие города Восточной Украины. Так исторически сложилось. Не будем сейчас разбираться в причинах этого. Это факт. Я как человек родился в абсолютно русскоязычной среде. И естественно русский язык стал для меня родным. И если вдруг сейчас у вас зародилась какая-то мысль, мол, да понятно с вами харьковчанами, вы же все там коллаборанты. То давайте посмотрим на современный Харьков, на его облсовет, на областное управление полиции, на университет, на жилой дом. Так выглядит город коллаборантов. Подумайте над этим. Могу ли я спілкуватися державною мовою? Так, конечно, могу. И я разговариваю украинской мовою там, где от меня это требует закон. Педусть проведения учебных занятий в университете. Педусть судовых заседаний. Педусть каких-то официйных встреч. Но там, где закон меня не обязует разговаривать на украинском языке, я разговариваю на русском, потому что это мой родной язык. Мы харьковчане родились в Украине. Мы жили в Украине и ассоциируем себя с Украиной. И это же не только мы, да вся восточная Украина такая. Ну а если вы продолжаете обвинять меня в том, что разговаривая на русском языке, я работаю на РФ, у меня к вам вопрос встречный. А на кого работаете вы, когда в комментариях пишите «российский москаль», «москаляку нагляку» и прочую ересь? Подумайте, на кого работаете вы, для кого вы создаете прекрасную картинку. Ведь ваши комментарии скринятся, а потом показываются по недружественным Украине каналам. Телевизионным, ютуб-каналам, телеграм-каналам и прочим. И они говорят, да вы ж посмотрите, что в Украине происходит. Да там же куча нациков, которые запрещают людям говорить на русском языке. Так вопрос, кто из нас работает на страну агрессора? Я, который разговариваю на русском языке и подчеркну, это мое конституционное право. Или вы, которые своими комментариями создаете прекрасную картинку для вражеских каналов. Вы же называете их вражескими, и вы для них создаете картинку. И еще, я кое-что знаю про вас. Да, про вас, про тех, кто кричит «ТЕЛЬКЕ УКРАИНСКОЮ». Ну, я знаю, какой язык вы используете дома, когда остаетесь наедине с собой и с Гуглом. На сегодняшний день есть куча сервисов, которые позволяют отследить, что же люди ищут в интернете. Так вот, я кое-что знаю про вас. Давайте посмотрим, на каком языке вы ищете фамилию президента Украины. Ой, вот это зрада, вот это зрада. Как же так? В Украине фамилию президента Украины в два раза чаще ищут на русском языке. А давайте посмотрим еще один пример, на каком языке гуглят название страны. Ой, вот это зрада вселенских масштабов. Или может нет. Может все нормально. И то, что в Украине люди разговаривают и на украинском, и на русском языке, это абсолютно нормально. И такое двуязычие, которое исторически сложилось, оно в принципе на сегодняшний день нормально. Ну так исторически сложилось. Да, мы говорим на разном языке, на разных языках. И что? От этого кто-то из нас стал хуже? Да, конечно же нет. Но мы же не можем оценивать человека, исключительно основываясь на том, на каком он языке говорит. Ну это же нонсенс. Да вообще языковой вопрос в 21 веке, век глобализации, ну это просто, ну как бы на начасе. Ну совсем на начасе. Друзья, напомню, нельзя судить человека по тому, на каком он языке говорит. Его судить нужно по его делам. Если вы не согласны со мной, пожалуйста, мы приглашаем вас в Харьковскую область, в Донецкую область. Приезжайте, приезжайте вот туда, на линию соприкосновения, на ноль, и объясните там. Харьковским добровольцам, русскоязычным харьковским добровольцам, что они не на том языке защищают Украину. У меня все. С вами был Олег Лукьянчиков, русскоязычный украинский адвокат. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.